Всем привет, девчонки! Сегодня будет видео, любимое очень многими, и в том числе и мной. Самое окончательное мнение о косметике. Вот столько у меня пустых банок накопилось, и сейчас я буду вам рассказывать, что же я о них все-таки думаю, куплю их снова, и стоят ли они, собственно, вообще, в принципе, своих денег. Буду в рамбовном порядке, вот как лежит, так и буду доставать, для того, чтобы вам рассказывать и показывать. Вот так вот, например, это шампунь и бальзам от Dry Dry. Это, наверное, одни из самых моих любимых продуктов от Dry Dry. Очень хорошо кожа головы выглядит, очень хорошо волосы выглядят, очень хорошо промыты, очень хорошо ухоженные, и действительно устраняют и предотвращают появление перхоти. Очень классные, действительно рекомендую, но есть у них один существенный минус. Это их цена, она не очень-то и низкая, и их размер здесь всего лишь 100 мл. Вот, объем 100 мл, объем 100 мл. Если для бальзама это еще и ничего, то для шампуня это все-таки маловато, но тем не менее, этих 100 мл вполне достаточно для того, чтобы справиться с проблемой. Следующий продукт это Vileda. Как вы знаете, у меня уже не первый гель для душа от Vileda, и в обязательном порядке буду повторять. Единственное, буду заказывать только с iHerb, потому что у нас цены на гель для душа немножко, я считаю, завышены. Даже не немножко, просто завышены. Если говорить об аромате, то цитрусовый крем гель для душа мне намного больше понравился, чем дамасская роза, кажется, или как он называется такой в розовой упаковке, не граната, а именно роза. Вот роза мне понравилась меньше, а вот эта вот штучка мне понравилась больше. Буду покупать либо снова такую же, либо же буду тестировать новые ароматы, посмотрим, как пойдет. Следующий продукт это Remover. Вот такая вот жидкость. Здесь написано Gel Polish Remover, то есть средство для снятия гель-лака. Что могу сказать? Я не знаю просто замены этой штуки, поэтому пользуюсь ей. Работает она в принципе неплохо. Не скажу, что она как-то вау быстро растворяет гель-лак, или что она очень хорошо растворяет основу, потому что основу все-таки приходится спиливать пилочкой. Но тем не менее работает хорошо. Единственное, очень летучая зараза, поэтому переливайте в маленькие баночки, для того, чтобы не выдохлось, собственно, все содержимое, пока вы будете наносить даже те же ваточки на ногти. Следующий продукт это лосьон антифриз. Наносится он на влажные волосы или уже на сухие волосы, но я наношу на влажные волосы перед сушкой, перед укладкой. Работает замечательно, волосы немножечко выпрямляет, немножечко их не то чтобы утяжеляет, а наполняет. Знаете, они становятся такие более плотные, более шикарные, короче, они становятся, мне очень нравятся. И в данный момент пользуюсь полноразмерной версией, буду покупать снова. С кератированием использую меньше, но до кератирования использовала каждый раз, когда делала укладку. Очень классная штука, реально рекомендую. Следующее, что здесь у нас торчит, это Бепантен. Крем, который ускоряет процесс регенерации кожи, успокаивает кожу. И что хочу сказать, да, вот вы спрашиваете, куда я его использую. Я его использую везде. Я его могу использовать как крем для лица, если у меня кожа сильно обветрилась. Могу использовать как крем для рук, могу использовать как крем для тела. После лазерной эпиляции, просто незаменимая штука, очень хорошо увлажняет. Но использую именно крем. Есть еще мазь, Бепантен. Мазь мне абсолютно категорически не нравится, ни запахом, ни консистенцией. Не знаю, как насчет воздействия. Я просто не переношу на себе, поэтому не могу сказать, хорошо она действует или плохо. Следующие два продукта, которые достаются из этой коробочки, это клиника Anti-Blemish Solutions. Не знаю, есть разные отзывы на эту трехступенчатую систему. Многим нравится, многим не нравится. Но от себя я могу сказать, что это уже далеко не первая моя система. И как минимум раз, а то и два раза в год я к ней прибегаю, и она решает проблему с моей кожей. Тон кожи выравнивается, структура кожи выравнивается, подкожные прыщики уходят. То есть это реально та система, которая работает. Кроме того, здесь не такой большой объем. В умывалочке, по-моему, 50 мл. Да, 50, здесь 30 мл. Или даже меньше. Нет, 30 мл. И этого хватает вполне для того, чтобы привести лицо в порядок. Если же вам нужно больше, то вот такой вот крем продается отдельно в размере 50 мл. Тоже в такой вот тубе, или как это сказать. И вместо пенки, тогда вы можете взять гель для умывания этой же системы антиблемиш. Он немножечко больше сушит, поскольку пенка все-таки, она менее концентрированная, да, дает мне такую концентрацию, как может дать гель. Но, тем не менее, если вы будете покупать по отдельности, то это выйдет вам немножко дороже, чем если купить набор трехступенчатой системы. Вот. Буду покупать обязательно, как только будут какие-то недостатки с кожей. Я, конечно, надеюсь, что их не будет, но никогда не говори никогда. Следующий продукт, это гель для душа Корос. Опять же, ничего плохого о нем сказать не могу. Корос и Веледа, это те гели для душа, которые не сушат мою кожу, которые ухаживают за ней, от которых не остается вот этого, знаете, такого белого, я не скажу, что это белый налет, но вот такого шелушения на коже. То есть кожа выглядит нормально после этих геля для душа и буду в обязательном порядке покупать еще. Следующий продукт, который закончился, это Desert Essence, именно малинка. Мне больше нравится все-таки, наверное, кокос, но кокос, он больше утяжеляет, опять же, не то чтобы утяжеляет, но да, он немножко и утяжеляет, и уплотняет волосы, он более увлажняющий. Малинка же, она более такая, знаете, делает волосы рассыпчатыми, промытыми, в общем-то, иногда малинка, иногда кокос. Вообще, продукты для волос от Desert Essence, они стоят вашего внимания и, в принципе, стоят своих денег. Обязательно на все продукты, которые я найду, ссылочки оставлю внизу. В последнее время стараюсь максимально оставлять ссылки внизу. Ух ты, я уже забыла, что такую штучку использовала. Вообще, пенки для умывания у меня уходят очень быстро. Эта же пенка шла когда-то в подарок с каким-то заказом. Здесь было 50 мл и хватило мне ее примерно на 2 недели. То есть, пенки от Виши, лично в моем случае, они расходуются очень быстро. Пенка хорошо очищала, довольно-таки нежная, приятная, хорошо подойдет даже для сухой кожи, поскольку она, ну, прямо-таки мега нежная, мега, да, здесь, кстати, даже написано для чувствительной кожи. Видите? Могу рекомендовать, если вам не жалко денег, потому что средства расходуются очень быстро, несмотря на то, что хорошо работает. Вот это вот средство расходуется не слишком быстро, поскольку здесь довольно большой объем, 355 мл. Это, наверное, самый популярный тоник сайта iHerb. И у меня уже это, я даже не знаю, какая банка по счету, сейчас пользуюсь точно таким же. Это Tires. Там есть много разновидностей, но мне больше всего нравится вот эта вот разновидность. Кроме того, я делала опрос у себя на YouTube-канале, и большинство, 95, наверное, процентов девчонок, сказали, что им нравится тоже именно вот этот вот тоник, поэтому, если вы еще не пробовали тоники Tires, то не экспериментируйте, заказывайте вот этот вот Rose Petal, и будете, я думаю, довольны точно так же, как и все. Чем хорош этот тоник? Он без алкоголя, он не сушит кожу, он не щипит, если у вас есть какие-то раздражения, он успокаивает, заживляет немножечко и дает ощущение увлажненности. Ну, помимо всех, конечно же, характеристик, которые должны быть свойственны тонику, он тонизирует, собственно, возобновляет PH, подготавливает кожу к нанесению ухода, делает более глубоким проникновением вашего ухода и так далее. То есть, тоник действительно стоит своих денег, и я его не то, что буду повторять, я его уже повторила и уже использую. Следующий продукт это Clorans. Что о нем сказать? Действительно, классный дезодорант антиперспирант от пота, он практически не защищает, хоть, в принципе, там есть какие-то такие обещания, но на самом деле, если жаркий день, то подмышки будут мокрыми, это однозначно. Но тем не менее, он очень хорошо защищает от запаха. Вот на протяжении 12 часов никакого неприятного запаха абсолютно от него нет. Он ухаживает за кожей подмышками, он ее не сушит и быстро высыхает, не оставляет пятен на вещах. В этом плане он мне очень нравится и это уже, наверное, третий или четвертый вот такой вот мадзодорант. Буду ли повторять? Однозначно буду, тогда, когда у меня мои дезодоранты подойдут к концу, поскольку в данный момент у меня их очень-очень много. Следующий продукт, который я не то, что буду повторять, а уже повторила и уже все уши вам прожужжала, это любимый тональный крем 2017 и уже 2018 года. Герлен Акванют. В прошлом году я думала, что нет ничего лучше их обновленного Линжири Депо в 2016 и в 2017 они выпустили вот этот вот крем и я думаю, что нет ничего лучше Акванют. И буду с нетерпением ждать осени, возможно, осенью они выпустят что-то еще более крутое, хотя куда уже круче. Опять же, уже повторила, уже пользуюсь и буду повторять еще не раз. Как видите, даже пришлось разрезать упаковку, чтобы достать все оттуда капельки, которые остались. Все, выкидываю уже эту тубу и не буду ее хранить. Так, мы еще даже половину не разобрали, представляете, столько здесь всего еще. Для очень сухой и склонной к сухости кожи тоник от Клиник. Что о нем сказать? Это, наверное, тоник, который мне нравится больше всех из всех серий тоников Клиник. У них есть один, два, три, есть тоник Антиблемерш Солюшнс. А, нет, мне больше всего понравится Even Better. Все-таки Even Better мне понравился больше всех тоников. Кстати, хотите ли вы отдельное видео о Клинике? Я, наверное, уже 80% их ухода и, наверное, 10% декоративки перетестила, поэтому могу рассказать практически о каждом средстве этой торговой марки. У меня есть уже такое видео на канале, но оно довольно старое, наверное, год или даже два года назад я его снимала. Там, конечно же, далеко не все продукты. Так вот, что касается этого тоника, если взять все тоники Клиник, то вот этот вот тоник будет на втором месте. На первом месте будет Even Better и на втором месте будет вот этот вот тоник. Сейчас я использую который фиолетового цвета и он мне нравится куда меньше, чем нравился вот этот вот номер 1. маска Джованни. Вы знаете, что это опять же фаворит 2017 и фаворит 2018, но в данный момент у меня есть маска от Beaver. Маска от Beaver гораздо дороже и я ее использую не каждый день. То есть, если эту маску я использовала в качестве бальзама для волос на две минутки после каждого мытья головы, то маску от Beaver я использую далеко не каждый день, наверное 1 раз в 2 недели, может 1 раз в 10 дней, но не чаще. Тем не менее, эта маска дает очень хорошее увлажнение, очень хорошее питание волосам. Вот эта вот же маска мне тоже очень нравится, поэтому как только добью немножечко те маски, которые есть у меня в обязательном порядке вернусь и к этой маске в том числе. Очень много раз я ее повторяла, буду повторять снова. Что у нас здесь еще? Ага! Вот они, виновники торжества. Долго думала снимать для них отдельное видео, но решила не бомбить в YouTube. Короче, вот эти вот шампуни на протяжении 4 лет были очень классными и реально ухаживали за волосами, за кожей головы, не делали никакой беды. Но в последнее время, где-то вот, наверное, месяца 3 или 4 назад муж начал мыть голову шампунем и у него появились прямо такие ранки на голове, капец-капец. Я решила, что, наверное, я купила подделку. Куплю еще один. Нельзя же купить маленький, надо сразу большой, 400 мл. Но, тем не менее, этот шампунь оказался тоже не очень хорош и тоже вызывал раздражение, высыпание, поэтому муж перешел на шампуни Desert Essence. Вот с ними никакой беды не случается. Насчет этих шампуней они нам верой и правдой служили 4 года. Все, больше покупать не будем, потому что что-то у них изменилось. То ли в формуле, то ли в какой-то ингредиент более дешевый стали закупать. Я не знаю. Но что-то пошло не так, это однозначно. Следующий шампунь, очень он мне нравился, это Даркос Ниоженик, который предназначен для повышения густоты волос. Есть здесь? Да, для повышения густоты волос. Проблема поредения волос, молекула стемоксидин плюс ультрауплотняющая технология без парабенов при попадании в глаза, бла-бла-бла. Что могу сказать? Мои волосы действительно стали меньше выпадать. Я не знаю, связано ли это с приемом гормонов, с тем, что я начала принимать гормоны. Если ваши волосы сильно выпадают, прям уж таки сильно-сильно, обратите внимание на щитовидку, потому что вероятнее всего мои волосы сыпались прямо такие уже чуть ли не прядями, и оказалось, что проблема была в щитовидной железе. Поэтому я не знаю, кого благодарить, то ли витамины, в смысле гормоны, которые я начала принимать, то ли вот этот вот шампунь. Выяснилась проблема именно во время использования вот этого вот шампуня. И, девчонки, даже если он не помогает повысить густоту волос, хотя я все-таки думаю, что какой-то процент, это заслуга все-таки этого именно шампуня, я могу сказать, что этот шампунь, он очень хорошо влияет на волосы. Именно даже не на луковицу волос, не на кожу головы, а именно на саму длину волос. Волосы более объемные, волосы более такие рассыпчатые, что ли, знаете, то есть они очень хорошо подаются укладке, очень хорошо смотрятся и блестяще. Поэтому в принципе, даже если этот шампунь не поможет вам повысить густоту волос, он поможет вам ухаживать за волосами так, чтобы они выглядели надлежащим образом. Так, ну что, осталось у нас с вами не так уж и много. Слушайте, я столько шампуней подобивала, как оказывается. Ну давайте смотреть, что у нас там дальше. Маски. Маски, маски, маски. Все так некрасиво. Давайте я их приведу в порядок и вернусь, когда они будут выглядеть прилично. Так, у нас здесь Desert Essence. Начнем, наверное, с шампуня Бюбхен. Это уже, наверное, десятая баночка шампуня Бюбхен и все-таки пользуясь другими шампунями, я возвращаюсь все время к этому, потому что цена качества в принципе соответствующая. В данный момент у нас еще есть в запасе несколько шампуней от торговой марки Хип, Ханибани, Веледа. То есть, будем пользоваться пока тем, что есть, но как только придет время, я думаю, что мы снова вернемся к Бюбхену. Далее, шампунь Desert Essence, я уже вам частично о нем собственно рассказала, когда рассказывала об этом вначале с малинкой. Все-таки, если ваши волосы сухие, то вам больше понравится вот такой вот шампунь. Если ваши волосы пустые, то есть, если ваши волосы вьются, то вот этот шампунь больше их усмирит и пригладит. Что касается шампуня с Би-комплексом и биотином, он тоже предназначен для того, чтобы ухаживать за волосами, чтобы предотвратить выпадение волос и так далее и тому подобное. Что могу сказать? Вначале я очень любила этот шампунь, это уже вторая банка шампуня, здесь 414 мл, хватает его очень и очень надолго, но что-то вот с приходом жары, с приходом весны мои волосы стали не то, чтобы липкими, но какими-то как будто плохо промытыми. Знаете, такое ощущение, что я плохо полоскаю голову после шампуня и остается вот эта пенка и она высыхает и волосы какие-то такие, я не могу сказать, что они прилипли к друг другу, но такое ощущение, что они прям нерассыпчатые, то есть какие-то и не то, чтобы тяжелые, ну да, вот просто какое-то ощущение липкости и грязноты волос, как будто я их плохо промыла. Не знаю, с чем это связано, но в последнее время мне этот шампунь прямо-таки очень и очень не подходил и возможно он даже стал причиной перхоти, но не факт, то есть может быть это просто было сезонное, поэтому пока я его повторять не буду, возможно повторю еще осенью, когда станет немножко прохладнее, потому что, не знаю, может состав воды у нас изменился, но как-то в начале первая же банка, первые даже полторы банки мне очень нравились и они хорошо промывали, все было отлично, а потом вот как-то стало такое ощущение, что я плохо полоскаю голову после шампуня. Так, что у нас здесь осталось? Здесь осталось не так много продуктов. Вот это вот, собственно, и все, что осталось. Давайте, наверное, начнем с серии Лепикар. Как вы знаете, я вам уже рассказывала, что зимой у меня на руках был дерматит благодаря крему для рук, и я думала, что это не из-за крема для рук и так обильно мазала вместо дерматита кремом для рук, и этот дерматит благополучно себе процветал, пока ко мне не дошло, вернее, благодаря специалистам, ко мне дошло, что все-таки это аллергия на крем для рук. Так вот, мне порекомендовал дерматолог использовать Лепикар Синдет и Лепикар Бальзам. Это была рекомендация дерматолога как лекарственные средства, то есть, я должна была пойти в аптеку и купить именно эти средства. Благо, что они у меня дома были, то есть, я так понимаю, что этот дерматолог наверняка не впервые лечит своих пациентов продуктами от La Roche-Posay и, как ни странно, они мне очень-очень помогли. На момент, когда у меня был этот дерматит, я больше ничем другим не пользовалась и он довольно-таки быстро прошел, наверное, за неделю, за полторы, благодаря этим средствам все сошло на нет. Поэтому, девчонки, у меня лично доверие к торговой марке La Roche-Posay увеличилось в 10 раз после этого случая и теперь мне хочется пользоваться другими их средствами и тестировать, 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 поскольку, если уже дерматологи своим пациентам рекомендуют в качестве лечения эту торговую марку, то можно, собственно, и самостоятельно что-то для себя выбрать и для лица, и для тела. Я как бы и так любила марку La Roche-Posay, но после этого случая люблю ее в два раза больше. Следующий продукт это Dior Lip Glow. Очень мне нравился, здесь довольно-таки много было продуктов, хватило мне его, наверное, ну, практически на год. И буду ли повторять? Да, буду, учитывая то, что в последнее время у Dior появилось довольно-таки много финишей и оттенков, это вообще просто находка. Возможно, некоторые считают, что он не стоит своих денег, но я скажу, что все-таки стоит, потому что такое увлажнение, питание, такой оттенок на моих губах не дает, в принципе, ни один другой бальзам, учитывая то, что у этого бальзама есть аналог у Clorance, но у Clorance в два раза меньше объем, учитывайте это. Есть аналог у Guerlain, но у Guerlain меньше, на мой взгляд, уходовых компонентов, поскольку он не такой, не то, что плотный, он не такой жирненький, собственно, как Dior. Следующий продукт, о котором хотелось бы сказать, это мицеллярная вода Effaclar. Отличная мицеллярная вода, хорошо смывает макияж, ничего плохого о ней сказать не могу, но все-таки склоняюсь к тому, чтобы использовать более бюджетные мицеллярные водички, такие, например, как L'Oreal. Следующий продукт, это консилер, Under Eye Concealer, бьюти база от Lumine. Он был в одном единственном оттенке, он мне нравился, и у него был один существенный минус, при попадании влаги на этот консилер, он белеет, поэтому имейте ввиду, видео о консилерах будет отдельное, поэтому поговорим о них более подробно именно в том видео. Далее, Dream Skin Диор база, буду покупать, буду ли покупать, не знаю, но если мне попадется миниатюра, буду очень-очень рада, она немножечко так, знаете, выравнивает тон кожи, подсвечивает, и в принципе делает кожу реально лучше. Я не скажу, что это прямо-таки Dream Skin, но мне понравилось. Следующий продукт, который мне также понравился, это маска от Виши, минеральная. В масках будет на следующей неделе, кажется, по плану, там у нас отдельное видео, но пока могу сказать, что из всех трех масок Виши, вот это мне нравится больше. Это та, которая в салатовом саше, которая увлажняющая, и она не просто увлажняет кожу, она ее как бы шлифует, что ли, я не знаю, то есть кожа становится после того, как вы наносите эту маску, более гладкой, более упругой, более такой подтянутой, молодой, что ли, ну то есть мне эта маска действительно очень-очень нравится. Бюбхен Бэйби Крем, что сказать, неплохой крем, но он мне нравится на порядок, меньше, чем крем Бепантен. Если говорить о двух вот этих вот средствах, то Бепантен он более легкий, Бюбхен он более плотный, Бепантен он имеет более такую гелевую, что ли, текстуру, Бюбхен уже имеет текстуру плотного крема, и он хуже, намного хуже, да, я его, кстати, даже не допользовала, потому что он изменил запах свой, он намного-намного хуже впитывается, ложится какой-то такой, знаете, пленочкой, то есть это как защитный крем под подгузник, я бы его так использовала, да, то есть он, а, ну здесь так собственно и написано, идеальный крем под подгузник, так вот, под подгузник это идеальный крем, но в качестве увлажнялки для взрослого человека я бы не рекомендовала, он мне достался бонусом, с какой-то покупкой, поэтому он у меня собственно и появился, видите, если бы я не дочитала, что это крем под подгузник, я бы на него злилась, но учитывая то, что у него назначение собственно не то, на которое я его использовала, да, то злиться на него нечего, я хотела от него увлажнения, такого же, как от Бепантена, но получила пленочку, следующий продукт это гель для бровей от Би-ю, пропользовалась я этим гелем примерно год, был он у меня на протяжении года, периодически я им начинала пользоваться, забрасывала, снова начинала пользоваться, что хочу о нем сказать, он дает неплохую фиксацию, как обычный гель для бровей, у него довольно-таки большая кисточка, не очень удобная, благо ходит зауженная на кончике, но практически с самого начала, то есть я не могу сказать, что это в силу возраста, то есть этого геля для бровей, практически с самого начала он давал такие белые некрасивые комочки на бровях, которые нужно было убирать, то есть этот гель, хоть он и прозрачный, но тем не менее, он дает такие как бы засохшие хлопья что ли на бровях, ну то есть с ним нужно играться, стоит ли он своих денег, я считаю нет, потому что есть гораздо более бюджетный, тот же Essence, и гораздо более классные гели для бровей, с более удобной щеточкой, с которыми не нужно играться, которые не дают вот этих вот неприятных хлопьев и неприятных ощущений, вот, это был последний продукт на сегодня, вот такую вот кучку продуктов мы рассмотрели, и да, мы с вами не рассмотрели маски, потому что я их не привела в порядок, чтобы не забыть, быстренько скажу вам просто о том, что вот эта вот маска очень хорошая, а вот эта вот маска супер крутая, я миллион раз уже вам о ней говорила, от S&P, это супер-супер классное средство, от Petitfi масочка мне попалась в бьюти боксе, тоже неплохая, но все-таки S&P, она гораздо более крутая маска, вот, на этом все, если видео было вам интересно и полезно, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какой из этих продуктов понравился вам, а какой не понравился, и увидимся очень-очень скоро в следующих видео, пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok